МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как всегда к этому часу журналисты спортивной редакции Алекса подготовили ваше внимание краткий обзор новостей спорта. Здравствуйте! В Минске прошел континентальный кубок под дзюдо. В составе сборной Украины выступало 5 представителей от Запорожья. Золото Марины Черняк, серебро Ашота Балабекяна и бронза Марины Крот позволили украинской команде занять на этих соревнованиях третье итоговое место. Далее о других новостях спорта. В боксерском клубе «Боевые перчатки» завершился традиционный, уже 37-й по счету, турнир памяти героя Советского Союза Николая Яценко. В соревнованиях, приуроченных к дате освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков, приняло участие более 70 боксеров со всей страны. В этом же году на запорожском ринге боксировали представители Молдовы, Белоруссии и России. На протяжении пяти лет участниками турнира были молодые и перспективные бойцы. Именно турнир Яценко стал базовой точкой в путь бокса для известных всему миру братьев Кличко и запорожских боксеров Владимира и Валерия Сидоренко. Как отметили организаторы, с 2008 года запорожские состязания лишились статуса мастерского турнира. Но в 2014-м состязания памяти Яценко вновь приобретут былую славу. Медали разыгрывались в этот раз в 10-ти весовых категориях. Чемпионами среди представителей Запорожья стали Станислав Батий, Джамшит Хайдаров, представитель Энергодара Хайняки, участник чемпионата мира среди юниоров Артур Пригода. 19 октября в Запорожье стартует новый мини-футбольный сезон. За неделю до открытия два сильнейших клуба чемпионата города по своим лигам разыграли суперкубок. Сиалджет встречался с Привозом. В первом тайме встречи Сиалджет владел инициативой. Но, как всегда бывает в футболе, именно соперник в лице Привоза первым открыл счет. На пятой минуте уже забил Павел Чабанов. Недолго музыка играла, через три минуты Федор Пилипев, который по окончании был признан лучшим игроком матча, уравнял положение 1-1. До середины второго тайма игра проходила на равных, но Сиалджет проявил упорство надлежащей лидеру. И Сергей Поляков забил второй гол. За 10 минут до конца игры Привоз вместо вратаря вывел пятого полевого игрока. Но, как оказалось впоследствии, в этот раз подобная рокировка оказалась напрасной. Евгений Шепеленко почти через всю площадку отправил мяч в пустые ворота Привоза. И счет стал 3-1 в пользу Сиалджета, который стал обладателем Суперкубка. В Запорожье прошел пятый юншеский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти чемпиона мира среди кадетов Максима Подольского. Участие в соревнованиях приняло более полусотни спортсменов из местных школ, ИДСШ номер 6, Динамо, Общество Колос, Коммунаровский клуб и интернат спортивного профиля. Борцы соревновались в двух возрастных категориях – 1997-1998 годов рождения и 1999-2001. По итогам турнира большая часть золотых наград была завоевана воспитанниками спортивной школы номер 6. Лучшими в своих возрастных и весовых категориях стали Богдан Стукало, Константин Зеленин, Арсений Ярмоленко и Данил Зиноев. Также первые места заняли Артем Уточкин из спортинтерната и представитель колоса Александр Наточий. Очередной тур в волейбольной суперлиги «Орбита» ЗДМК ЗНУ провела в гостях у Ровенской регины ОШВСМ. Судя по результату в обеих встречах, 3-0 в пользу запорожанок «Орбита» вообще не встретила на своем пути сопротивления. После двух проведенных туров «Запорожский клуб» имеет в активе 10 очков и второе место в турнирной таблице. На два очка его опережает южненский «Химик». Именно с лидером «Орбита» сыграет в ближайшие выходные 18-19 октября на своей площадке. Приходите, поддержите команду и будут проходить во дворце спорта «ЗАС». Это последняя информация выпуска. На этом мы прощаемся с вами. Всего вам доброго и до свидания. Партнер нашей спортивной редакции – страховая компания «Аранта Сич». Мы работаем для вас. Паре» Тедактор субтитров А.Семкин «Л» Субтитры подогнал «Симон»